Здравствуйте дорогие друзья! С вами канал Look Tool и сегодня мы поговорим о насадках, битах на шуруповерты или же на отвертки какая для чего, как подобрать, чтобы вы немножко разбирались вот, первое, если вы идете просто покупать биты для обычных саморезов по дереву неважно, или по металлу, вот таких черных я имею ввиду неважно какой он длины, большой длины или же короткий биты используются одна, называется она PH2 вот такая вот она, она может быть длины короткой может быть даже 25-я вот такая коротенькая может быть, как вот в данном случае, 50-я самый основной размер, почему? потому что, когда вы вставляете в шуруповер 25-ю короткую биту вы надавите, она запрыгнет вам в патрон и, соответственно, не сможет достать шуруп 50-я, она как раз до конца патрона достает и немножко торчит вот так этого достаточно, чтобы работать и удобно было вот, если короткую использовать, то надо через специальный адаптер вот такой вот сюда вставляете короткую биту, а эту же часть уже в шуруповер тогда она у вас, получается, не проваливается туда и так как он магнитный, через него передается магнит еще и к концу вашей биты вот эти биты, что такая, что вот такая длинная они у нас уже на магничный конец имеют вот, PH-2 для саморезов по дереву, по металлу разной длины, не зависит это она у нас все равно сюда четко, хорошо сядет или же по дереву, если без сверла и по металлу при шайбе она тоже у нас используется, крутится битой PH-2 вот, дальше, следующее, хотел бы вам еще по поводу продолжения бит для гипса сказать, что есть вот такие биты сейчас я открою, вам покажу она у нас для гипсокартона и когда мы крутим, у нас получается, она заворачивает до гипса и дальше не дает уже провернуться это очень удобно, когда работаете по гипсу, у вас саморез внутрь не прокрутится уже благодаря вот такой бите очень интересная и при работе с гипсом просто необходимо, можно сказать дальше, хотел бы еще про такие вот головки рассказать это у нас, крутим мы по металлочерепице саморезы которые у нас, ну или по металлу, или по дереву используются с крупной слизьбой они у нас или на 8, если вы берете 4-8, там 5-5, или на 10, у вас 6-3 саморез вот, также бывают еще биты PZ если вы крутите саморезики желтенькие, вот такие вот у вас на самом саморезе, на шурупе вот здесь вот, помимо основного креста, есть еще лучи дополнительные это значит, что у нас саморез, ну это биты нужно PZ но вот этих у нас, видите, нету, просто обычный крест и все, сюда PH вот, PZ-ки у нас бывают тоже разные, начиная от PZ-0 и до PZ-3, даже может 4 а их как отличить, у них помимо основных вот этих вот, соответственно, больших лучей у нас еще здесь есть маленькие вот такие вот лучики как бы звездочка, ну звездой получается и вы, когда садите PZ-ку, ну вот данная шурупка, например, очень большая сюда вам нужна PZ-3 мы на ней смотрим, PZ-3, и она у нас тогда сюда хорошо сядет а если мы, допустим, возьмем PH-2 биту сюда, попробуем посадить то, соответственно, она у нас сядет не очень хорошо потому что просто размер не предназначен и она будет у нас болтаться мы закрутить уже такой шуруп, ну с трудом сможем и, соответственно, повредим нашу биту вот подробнее вам расскажу про основные как бы биты есть у нас PH-2, как я сказал ну PH-0, PH-1, PH-2 это у нас для обычных вот таких саморезов по дереву, по металлу с обычным крестом дальше у нас идет PZ PZ у нас идет для шурупов, как я уже сказал тоже самое разных размеров дальше у нас идут шестигранники шестигранники у нас крутятся болты с внутренним шестигранником вот, к примеру, мебельные евровинты тоже с шестигранником вот, они тоже по размерам, они обозначаются H H4, там H5, H3 вот следующие у нас идут обычные плоские биты плоские обозначаются SL, то есть длина их SL, там, допустим какой ширины дальше будет указано, там 6 мм, 4,5, 5 и так далее или SL, или A, или V вот, дальше у нас звездочки, конечно же очень часто используются у нас звезды вот, это торксы тут у нас будет обозначение T вот, T25, там, T30, T40 и так далее это у нас торксы дальше у нас шестигранники и торксы с дырочками сейчас очень часто стали применять то есть вы обычную звездочку можете уже не поставить потому что там еще такую вот в таком болте будет по центру стоять еще маленький как бы отросток такой и без дырочки вы просто не сможете одеть дальше у нас идут нестандарты нестандарты у нас вот здесь у меня есть несколько вариантов хотелось бы показать если вы хотите разобрать, к примеру, современный чайник утюг, фен, там, неважно, стиральную машинку то, чтобы мы с вами туда не лазили они придумали новые винты которых просто вот так, как биты, найти очень тяжело это нестандарты а именно, к примеру как бы обычная отвертка но видите, у нее уже не 4 а, к примеру, 3 грани вот, тройно, 3 луча или же, к примеру, отвертка, казалось бы, обычная но с прорезью, как вилочка видите? это вот сейчас фены так вот идут оргтехника в основном, всякая там, или бытовая техника и тому подобное разные нестандарты вот в чем плохо, что вот эти нестандарты все они продаются в основном в наборах отдельно нестандарт найти тяжело и денег он стоит, конечно же не как простая бита вот, но основные основные, если вы идете покупать для себя биты вы запомните PH2 саморезы крутим по дереву по металлу по гипсокартону работаем это PH2 она ваша основная бита когда вы покупаете шуруповер в принципе, купили себе вот такую биту одну и работаете ей все вот эти вот крутите на здоровье и будет она у вас служить долго и хорошо желательно, чтобы она была магнитная а длину вы уже сами для себя подбираете по вашим задачам вот основные моменты вам рассказал можете также, кстати, использовать и другие головки через вот такой переходничок раз собираем вот такой одеваем сюда и одеваем уже сюда головку и вплоть до больших даже размеров можно так собрать главное, чтобы бита была хорошего производителя была качественная чтобы она не слизывалась от простых нагрузок небольших и чтобы вы правильно по характеристикам ее подбирали то есть, если вы крутите вот этот саморез скрутите PH-2 не надо крутить ПЗ-кой иначе вы ее будете слизывать и думать, что бита некачественная на самом деле бита нормальная просто вы неправильно ее используете все, на этом достаточно ставьте лайки всем удачи, пока пока и Продолжение следует...